здравствуйте друзья я приветствую вас на своем канале сегодня мы делаем очень вкусную наливку на красной и белой смородине нам для этого понадобится дистиллят здесь у меня 45 градусов бадьян 1 звездочка банка трехлитровая и мед все это мы берем всыпаем в банку добавляем сюда мед здесь у меня майский мед прошлого года очень вкусный ароматный ну и самый важный момент заливаем дистиллятом под самая горло теперь все это хорошо перемешиваем ставим прохладное место настаиваться примерно на две недели а лучше на месяц или даже больше первую неделю каждый день нужно перемешивать чтобы хорошо разошелся мед и все и потом вы получите вкусную хорошую наливку на натуральной ягоди настойка из красной и белой смородины настаивалась два месяца очень красивая получилась первое время очень бледная была первые несколько дней после все-таки красная смородина дала очень красивый цвет яркий на просвет просто прелесть сейчас я ее налью в графинчик и мы ее попробуем ну что друзья пробуем настойку из белой и красной смородины аромат приятный терпкий ничего такого яркого нет в аромате но приятный кисленькая чувствуется вот эта терпкость смородиновая вот что мне нравится мне и вина нравятся такие терпкие и вот в напитках я терпкость люблю даже некоторую горчинку люблю такую как в грейпфрутах вот мне нравится именно эта горчинка вкусная хорошая настойка и вот я все-таки приверженец дольше настаивать потому что некоторые настаивают там неделю-две я считаю что лучше дольше пусть постоит с целыми ягодами тогда во первых сам напиток получается такой практически совершенно прозрачный потому что мути мало вот этих волокон мало растолченные ягоды тяжело всегда фильтровать там приходится несколько раз это делать и все равно напиток получается мутный вот при том что здесь были ягоды все чистенькие целые и все равно на дне образовалась вот это вот пыльца вот какая-то муть образовалась это я аккуратненько слил просто поэтому вот я считаю что может быть и не надо все это дело ускорять сильно это все толочь а вот лучше пусть дольше постоит тогда это все естественным путем переходит в дистиллят и вот мне кажется так вкуснее ну не знаю потому что сейчас специалистов много у каждого свои взгляды люди сейчас очень на это дело подсели профессионально все делают так что сейчас у нас такие напитки домашние что можно магазин вообще никогда не ходить все очень вкусно и вот здесь и сладинка такая небольшая я не помню я добавлял сюда сколько уже сахара или меда уже не помню в ролике это все что время немного прошло его не смотрел еще вот но вот сладинка такая вот не сладкая не приторная а вот кто любит ликерные вот такие варианты то естественно сюда можно добавить больше меда или просто сахара и будет такой ликерный кисло-сладкий вариант так что вполне вкусная настоечка вот в зиму все это пойдет прекрасно когда холода наступят не надо это все пить стаканами это вот такое как бы больше даже для здоровья потому что сейчас все витамины из смородины перешли сюда они не подвергались тепловой обработке это все сейчас в первозданном виде присутствует вот в этих настойках вот там небольшую рюмашку пропустили вечером перед ужином и все и это будет и полезно и приятно и вкусно не злоупотребляйте алкоголи мне нравится вкусный нежный хороший такой аромат и на вкус нежная вот ее не надо даже закусывать вот совершенно не хочется ничего там схватить с летом за рюмкой поэтому приятная такая хорошая настоечка пробуйте я думаю вам понравится